Друзья, здравствуйте! Вот вам небольшая задачка. У нас есть два микрофона. Казалось бы, они абсолютно одинаковые, ну если не считать цвета корпуса, но многие замечают в них явное различие. И мимо такого мы уж точно не могли пройти мимо. В сегодняшнем видео на Давай Запишем мы с вами сравним два микрофона фирмы Rode NT1A и её старшего предкорректного брата в чёрном цвете NT1 просто. И тот, и тот из студийного набора. Поехали! Начнём давайте с базы. И та, и та железка, это конденсаторные микрофоны. И там, и там у нас мембрана одного и того же размера, одна и та же направленность в виде кардиоиды, одно и то же сопротивление. И на этом на самом деле всё. Дальше начинается лишь отличие. Да, юлить нету особого смысла. Это два совершенно разных микрофона, даже несмотря на то, что NT1 просто без А является модернизированной версией более старшего NT1A микрофона. Кстати, для чистоты эксперимента весь сегодняшний звук у нас будет записан с помощью этих двух микрофонов. Сначала будем пользоваться NT1A, а потом в какой-то момент переметнёмся на чёрную версию. Вы это сразу же увидите и, скорее всего, услышите. Усиление с карты подаём в районе 28 децибел. NT1 попал к нам сегодня с компанией. Как вы сами видите, в неё входит паук, микрофон, фильтр, который крепится к пауку и вот такой противопыльный мешочек, чтобы надлежащим образом хранить ваш микрофон. Стоит ли говорить, что и тот, и этот микрофон можно купить как по отдельности, так и в студийном комплекте. В студийном наборе с NT1A мы сможем найти сам микрофон, паук для этого микрофона, поп-фильтр, который также, как и здесь, крепится напрямую к пауку, противопыльный мешочек для этого микрофона и XLR-провод, который у нас идёт в комплекте в подарок. Также и в том и в том микрофоне есть, наверное, моё любимое, что может дать нам компания Rode, это гарантия на 10 лет. Внешне оба микрофона не имеют каких-то переключателей на корпусах, они абсолютно монолитные, а из-под решёточки на нас так сексуально поглядывает позолоченная мембрана. Перешли на другой микрофон с вами. Усиление тоже самое, неизменное. NT1 помимо подвеса в виде паука от фирмы Rycod получил ещё один подвес, который расположен внутри самого микрофона, с помощью которого крепится капсуль внутри корпуса. Этот подвес также от фирмы Rycod, и он также, как и паук, помогает более эффективно гасить низкочастотные вибрации, передающиеся по микрофонной стойке. Ну например, когда вокалист на записи решит потопать ножкой по полу. Ставь лайк, если жизненно. Сейчас я говорю своим нормальным голосом, используя NT1A. Усиление в 40 дБ. Теперь давайте я немножечко потопчусь. Теперь NT1 просто. Усиление тоже самое. Давайте немножечко потопчем. NT1 стал менее шумным по сравнению со своим эйс-обратом. И здесь я имею в виду шум именно технический, который так или иначе попадает к нам на запись. Но поскольку он обычно слишком маленький, то мы этого с вами не замечаем. Я предлагаю вам устроить небольшое тестирование. Мы возьмем сразу два микрофона, расположим их в капсуле как можно ближе друг к другу и запишем одновременно с тем же самым усилением сигнал с того и сигнал с этого микрофона. И будем их сравнивать. По идее, разница быть должна. И по информации сети, она составляет от половины до целого децибела в пользу NT1. Важным отличием этого микрофона от этого является АЧХ, амплитудно-частотная характеристика. Как раз из-за этой самой характеристики микрофоны будут звучать по-разному. Давайте посмотрим на график NT1. Видно, что это прям самый настоящий измерительный микрофон. Амплитудно-частотная характеристика достаточно линейная с небольшим горбом с 4 до 10 килогерц. NT1A напротив, микрофон с характером. Здесь вам и спад на низких частотах до 100 герц, и несколько горбов, как от высокой середины, завершающейся достаточно сильным подъемом на 14-15 килогерцах, которые как раз-таки дают больше воздуха в ваших записях. Какой микрофон, в принципе, можно считать хорошим? На мой взгляд, одним из решающих факторов является многозадачность. То есть это микрофон, который можно использовать с равным успехом и на вокале, и для записи гитары. Это мы с вами давайте и проверим. И тот, и тот микрофон будем использовать и там, и там. Ну и попутно сравнивать результаты. Как слепо в твои чувства верил я. Как жаль, что нам с тобой быть не судьба. Что от любви твоей лекарства нет. Я молю хотя бы сейчас, да не опять. Я в любовь твою не верю. Ты закрыла в сердце двери, но от любви твоей болею. Не живу я без тебя, милая моя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мне очень хочется получить от вас обратную связь. За весь ролик у нас было несколько тестов. Весь ролик по звуку мы писали сначала на этот микрофон, потом на этот. Где, на ваш взгляд, себя показал лучше NT1A, а где NT1? Напишите обязательно в комментариях, мы их читаем. Напоминаю, что вы были на канале Давай Запишем. Здесь мы с вами говорим про аудио. Я не прощаюсь, а лишь говорю до свидания, до встречи в следующем ролике. Пока! Амблитундная частотная характеристика достаточно линейна, если исключить... А, нет. Весь ролик по звуку мы писали сначала на этот, ой. Хор. Хор? А, круто, ни хрена не писал. Все, еще раз тут же? Да, мне не нравится. Давай еще раз.